Партнер программы – компания «Юрспектр». Умно-информационно-правовый сервис «Аликс». Быстрое и эффективное решение правовых вопросов. У нас есть штаброн налоговой инспекции, мы носим погоны. НК тут написано, это означает «налоговый класс». Элегантная строгая форма и на каждый день, и на выпускной. В Гродницкой школе номер 13 у всех выпускников особый дресс-код. Здесь есть правовое, таможенный и налоговый классы. У каждого свои знаки отличия. По ним и отличаешь, какой гусорган покровительствует ученикам. 11-й А-класс. Первый выпуск налогово-экономического класса нашей школы. Класс с непривычной специализацией сформировали несколько лет назад. Инициатор – областная налоговая инспекция. Сюда шли лучшие ученики. Закономерная статистика – 15 медалистов и 10 победителей республиканских олимпиад. Для нас, для учебного заведения, к нам идут дети, чему мы очень рады, гордимся этим. Но с другой стороны, как нам, бывает непросто, потому что нужно поддерживать на высоком, достойном уровне три направления. Будем сегодня говорить о налогах. Помимо стандартной школьной программы, регулярные факультативы по экономике и налогам, минимум зубрежки, максимум практики, диалог на равных вели налоговики со стажем. Если бы мы читали учебники, это было бы, вы сами понимаете, что налоги – это такая не совсем, может, иногда приятная тема, но когда ее доносишь просто, тогда получается, что это очень интересно. У нас смогли быть и дискуссии, и какие-то дебаты. Тут действительно такая царила более дружеская атмосфера. Тут больше были какие-то разговоры, нежели заучивания. Мне больше все запомнилось, как рассказывали, как ловят этих нарушителей законов, как секретные агенты действуют сотрудники налоговой инспекции. А еще экскурсии в инспекцию, конкурсы на налоговую тематику и даже присяга. Полное погружение в профессию, а значит и осознанный профессиональный выбор. 70% свою будущую профессию меркуют связать с налогами, с экономикой. И я думаю, что они свои меты досягнут. Своими учнями я буду вернее говорить. В Гродинске университет имени Янки Купалы, экономика и управление на предприятии. И в будущем хотела бы попробовать поработать в налоговой службе. Пока это эксперимент. И, судя по выпускникам, весьма удачный. В актуальных дискуссиях на тему профориентации такой опыт точно стоит взять на заметку. Уже здесь, на базе средней школы номер 13 города Гродно, у нас второй есть класс налогово-экономический. И такая положительная практика будет распространяться. Мы обязательно проработаем этот вопрос в Министерстве образования. И пусть не все эти умники и умницы станут инспекторами, но знания о финансах, бюджете и налогах точно пригодятся им в жизни больше, чем законы Кеплера. А подкованные финансы граждане и грамотные налогоплательщики – разве это не движущая сила в экономике любой страны?